Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на телеканале Акжаик в передаче Куншуа. Сегодня у нас 7 апреля. Мы отмечаем Всемирный День Здоровья. Это праздник, когда нужно еще раз напомнить зрителям о том, что здоровье – это главное богатство в жизни человека. И для того, чтобы осветить эту тему, мы сегодня пригласили специалистов в нашу студию. Я надеюсь, что наша программа будет очень полезной для всех телезрителей. И хочется, чтобы вы оставались на нашем канале, не переключались. Ну и еще раз пожелать всем только крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Мы продолжаем нашу передачу Куншуах в прямом эфире. Напомню, что на календаре 7 апреля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 По нашей части, касаемо злокачественных процессов, в ежегодном мире и по нашей республике отмечается рост заболевших онкологией. Это как бы статистически уже сложившиеся моменты. Но здесь хочется отметить, что важный элемент – это поведенческие факторы. То есть онкология, скажем так, она возникает не только переданная по наследству, но к ней и приводят поведенческие факторы. В том числе, например, возьмем, к примеру, курение. То есть в большинстве случаев рак легкого развивается на фоне этого. То есть из 100% у нас 70-80% – это пациента с длительным стажем. То есть здесь вот поведенческий фактор в данном случае играет немалую важную роль. Питание. То есть на сегодня, скажем так, еще работа по внедрению в умы населения именно о рациональном правильном питании, оно еще стоит. То есть понятие правильного питания, оно еще не так зашло в нашу, в обыденную жизнь. И многие, как бы, скажем так, злоупотребляют именно фастфудами, то есть быстрой перекуской, что негативно сказывается на желудочно-кишечном тракте. В соответствии на этом фоне возникают различные воспалительные, язвенные заболевания, которые по стечению времени не переходят в онкологию. То есть здесь я к чему хочу сказать, что вот именно в этот день здоровья нам всем нужно задуматься о том, что мы делаем со своей жизнью. То есть ежедневно это происходит, это не в какой-то там период. Вот ежедневные поступки, то есть в плане этого, то, что мы выбираем, то, что мы пьем, то, что мы кушаем, это немаловажные факторы. То есть вот эти вредные, отказаться от вредных привычек, это актуально. То есть получается те, которые, скажем, вот про курящих, да, то есть их насильно никто не заставляет, но когда проблема возникает, уже никуда не денешься. То есть взаимосвязь именно возникновения онкологических заболеваний и, скажем так, поведение человека в течение какого-то определенного времени в своей жизни, оно тесно связано. Ну а как отказаться от своих вредных привычек? Вот даже сейчас серезритель нам задает вопрос, что никак не может бросить курить. Вот какие вы можете дать советы? Ведь это уже как полезень тоже, да, своего рода зависимость. Это зависимость, да, но здесь вопрос приоритетов, то есть отказ, он может быть с чем связан? Либо у него есть информация о том, к чему это может привести. То есть я думаю, на пространстве интернета можно найти много информации о вреде курения. Но, во-первых, прежде чем отказаться, нужно взвесить все за и против. То есть именно в плане это сперва надо прокрутить в голове, почему так происходит, в какие моменты хочется там, например, больше курить. Соответственно, к чему это может привести, я думаю, для всех курильщиков как бы знаком утренний кашель, да, кашель курильщика. То есть это уже как бы начинающиеся признаки того, что в органах дыхания начинают проходить такие необратимые процессы. Даже бросив курить, вот эти проблемы с дыханием, они остаются на какое-то длительное время. Если человек там не стал заниматься, например, конкретно там каким-то спортивным мероприятием, бег, ходьба, то есть эта проблема, она остается. И здесь вот это переосмысление, оно, конечно, нужно. То есть никакие там таблетки, я не знаю, никакие там заговоры, убеждения, оно не поможет, если в голове человека ничего не изменяется. То есть он для себя должен подойти, так сегодня, например, это начинает делать. Спасибо. То есть должен сам заставить себя, да? Тимур, ну вот так же, как и онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания являются одним из распространенных, да, причин смертности населения. Вот что вы можете сказать все-таки, с какого возраста нужно начинать, да, следить за сердцем, что для этого делать? И почему лучше предотвращать болезнь, чем лечить? Ну, объясняю то, что проблемы с сердцем уже начинаются с молодого возраста. Вот это уже доказано, вот, даже доказано в Америке, когда были вскрытия на уровне патологического исследования у молодых, и уже тогда и видели то, что у молодых людей имелись уже атеросклеротические бляшки, вот, на главных сосудах, на магистральных сосудах, вот. Вот, атеросклеротические бляшки на сердце, в головном мозге, вот. Уже тогда уже было доказано, что заболевание, патология сердечно-сосудистой системы развивается в молодом возрасте. Конечно, правильно иметь хорошую привычку, потому что хорошая привычка поможет дожить до старости лет. То есть, это, значит, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Как говорили ранее, одно из, только что, про курение. То есть, уже доказано, что из главных привычек, плохих привычек, которые развивается атеросклероз, развиваются атеросклеротические бляшки, которые, они разрываются, приводят к инфарктам, к инсультам, это курение, вот, как сказали. Как, вот, могу даже ответить на этот вопрос, почему, как бросить, вот, бросить легко, вот. То есть, курение напрямую влияет и на сердце. Да, влияет на сердце, головной мозг, ну, на сосуды вызывает воспалительные процессы, образуются атеросклеротические бляшки, потом могут в каком-то периоде они лопнуть, вот, образуется тромб, приводит к мгновенной смерти, вот. Это курение, да, вот, одно из этих факторов, вот, из вредных привычек, вот. Ну, профилактики, да, вот, если вернуться в профилактику. Существует ли, да, профилактика, да, сохранить здоровье сердца? Да, это отказ от вредных привычек, курение, наркомания, алкоголизм, также, как говорили, правильное питание, вот, стрессы, стрессовые ситуации. Также некоторые пациенты имеют генетическую предрасположенность, то есть, если генетическую предрасположенность заболеваний у родителей и бабушек близких, то эти пациенты должны тоже наблюдаться, периодически измерять артериальное давление, задавать определенные анализы. Это сахар, вот, холестерин, вот, контроль, потому что есть такие заболевания, как гиперхолестериномия, семейная гиперхолестериномия, то есть, пациент не кушает, как бы, я не кушаю жирно, но в каких-то обменных процессах у него возникает высокая холестериномия, холестериномия, то есть, это повышенный холестерин в крови. То есть, такая ситуация тоже имеет быть. По профилактике, хотел бы сказать, да, вот именно основной момент все-таки в онкологии, это профилактика, то есть, заблаговременное прохождение медицинского осмотра. А именно еще и скрининг. Да, в данном случае это и скрининг, и вообще, если пациент даже скрининговому обследованию по возрасту не подходит, он должен пройти медосмотр. И этот вопрос, он именно по, вот если взять по статистическим данным, по нашей области, то есть, когда повышаются риски, начиная с 50 лет, у нас в области начинается рост именно выявленных с онкологическими заболеваниями. И здесь, вот начиная там с возраста 40-45 лет, уже надо задумываться о том, чтобы ежегодно проходить. Особенно это для нашей именно онкологии характерно. Вот на сегодня у нас в нормативных приказах произошли изменения в стандарте онкологической помощи. Вот сегодня в каждой поликлинике перед тем, как попасть на консультацию, будут требовать осмотр, профилактический осмотр именно в женском или мужском смотровом кабинете. Я прошу здесь вот население, чтобы оно с пониманием относилось к этому. То есть, это направлено на то, чтобы выявить ранние признаки онкологии. По-другому, по-другому, к сожалению, таких механизмов нет. Мы профилактику, например, здорового образа жизни говорим, что там надо правильно питаться, уменьшиваться, трясовать, заниматься спортом. Но каких-то, скажем, что будут стопроцентные гарантии, то, что вы не станете, что не заболеете, этого не дает. Только профилактический осмотр, скрининг. Вот одна из, скажем, таких мер, чтобы воспрепятствовать возникновению или раннему выявлению. Спасибо. Здесь у нас Азиза Зарифова. Она является заведующим отделением профилактики. И непосредственно вы можете, наверное, подробно рассказать именно об этом. Что нужно посоветовать телезрителям, которые хотят начать вести здоровый образ жизни. С чего начать свой путь? И какие задачи стоят именно перед вашей поликлиникой? Вообще, укрепление общественного здоровья, это, я считаю, самый эффективный способ для увеличения продолжительности жизни населения. Поэтому мы вот это не только в день здоровья. Сегодня мы часто проводим такие акции, которые мы сегодня, вот коллега прозвучила, тоже. Измерение холестерина, сахара. Это мы проводим часто. И это приводит, ну это как бы мотивация для населения, чтобы они больше стремились к здоровому образу жизни. То есть отказ от курения, алкоголя, также профилактика хронических заболеваний. Вот как отметил коллега, сейчас вот самое главное, это призываем проходить скрининг. Потому что очень много людей, они как бы считают, что это не так уж важно. Хотя на самом деле с помощью скрининга очень много, многие заболевания можно выявить на ранней стадии. Но призывать население нужно по большей части делать упражнения на свежем воздухе. То есть отказать от вредных привычек, скорее всего. Но с помощью таких акций мы призываем население вести здоровый образ жизни. У вас тоже сегодня были проведены акции. Наша поликлиника, да, сегодня вот в самом большом торговом развлекательном центре, в Сити-центре, сегодня провели такую же акцию. Там население могли померить давление, сахар, холестерин. Также проводили консультации наши коллеги. Также на каждом отделении у нас, чтобы население было в курсе, танцевали флешмоб. И наши психологи, которые при нашей организации, они проводили тренинги в общеобразовательных школах. Также было интервью-выступление в ТАЛАП-радио в прямом эфире. Ну и сейчас непосредственно у нас проходит передача в прямом эфире с нашими врачами. Тема наша посвящена всемирному доню здоровья. Поэтому, дорогие телезрители, призываем вас к активности. Если у вас есть какие-то вопросы или пожелания, слова благодарности нашим специалистам, то вы можете адресовать их, дозвонившись по номеру 28 58 69. Это номер прямого эфира. И номер ватсапа 8 700 028 58 69. Ну а пока прервемся ненадолго на музыкальную композицию, Далее мы вернемся к нам в студию, продолжим беседу. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы продолжаем нашу передачу «Куншуах» в прямом эфире. Далее посвящена наша программа сегодня к всемирному доню здоровья. Продолжим нашу беседу, уважаемые гости. И хотелось бы, чтобы вы нам еще раз подробнее разъяснили, что собой представляет скрининг, с какого возраста его нужно проходить именно. Пожалуйста, вам предоставим слово и, Мерлан, думаю, добавить это дополнительно. Здоровье человеку, прежде всего, зависит от него самого, мы должны об этом все знать. Вот именно пройдя именно скрининг, скрининговое обследование, именно население на этом этапе узнает именно те параметры, которые ему нужно знать. Это избыточная масса тела. Он узнает, что у него избыточная масса тела, у него внутриглазное давление, допустим, повышенное. Он сдает анализы на онкомаркеры, выявляется тут, если есть какие-то выявленные новые заболевания, мы направляем дальше на дообследование. Хотим сказать всем, что вот именно курение, алкоголь, все это на скрининге обнаруживаем мы именно. И избыточная масса веса неизбежно приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, к онкологическим заболеваниям, к сахарному диабету тоже приводит. И вот именно на этом этапе, начиная со скринингового кабинета, как только приходят пациенты, все, кто приходит в поликлинику, должны пройти этот кабинет. Мы должны узнать, подлежит ли он возрасту, по возрасту скринингу. Если подлежит, мы начинаем его все это обследование проводить. Это необходимое мероприятие для всего населения, потому что именно профилактика нужна. Чем раньше мы узнаем, у нас бывают такие запущенные случаи, онкологические заболевания. Человек не проходил два года скрининг, и у него уже запущенные случаи. И получается то, что как будто бы мы чувствуем какую-то вину в том, что человек вовремя не прошел скрининг. Хотя все специалисты, я уверена, все поликлиники, скажите, пожалуйста, приглашают, все заинтересованы в том, что население наше было здоровое. Вот я приглашаю всех, кто вообще приходит в поликлинику, проходить именно, начинать со скрининга. Наша поликлиника работает каждый день с 8 до 8, в субботние дни с 8 до 2. Все, кто прикреплены, можете приходить, пожалуйста, и проходить обследование. Я вот касательно скринингов именно хотел добавить по направленных на ранее выявление рака молочной железы, шейки матки, ковыректального рака. То есть именно вот эти патологии, если брать в разрезе только в нашу область, они занимают лидирующую позицию. И здесь на сегодня это для населения доступно. Единственное, да, мы замечаем, что есть проблемы явки. Явка в ряде случаев связана с тем, что многие из них на работе, и некоторая часть из них не всегда понимает, насколько это важно пройти. Ну почему? Это все же опять психология. Здесь у нас как бы вот этого разъяснения нету. То, что ты себя сегодня чувствуешь хорошо, это ничего ни о чем не говорит. И многие вот кто обращается лично ко мне за консультацию, и с кем мы беседуем, у нас уже в центре, говорят о том, что вот он ходил, и у него ничего не болело. Буквально вот там неделю, месяц назад все было хорошо, разговаривал, улыбался, и тут ему стало плохо. Вот оно как бы все коварство вот этого болезни нашей. То есть об этом никто может и не знать. Только скрининг может выявить на ранних, да? Да, скрининг проверится, потому что скрининг позволяет посмотреть те места, в которые вот, скажем, человек в обычной жизни не смотрит и не заглядывает. Еще вот помимо посвященной ко дню здоровья, хотелось бы, конечно, видеть, чтобы у нас делали какие-то такие поощрения именно людям, кто занимается здоровым образом жизни. То есть, например, если бы из числа, скажем, какого-то коллектива выделяли этих людей и им сделали поощрение, то есть в плане того, что они своим личным примером показывают, к чему нужно стремиться. Ну, примерно какие-то там бонусы, не знаю, примерно доплаты к зарплате, там в банке какие-то. Ну, здесь бы люди бы к чему-то начали стремиться. Это мотивация страшно обошла, что нужно, как раз ты и делаешь это для себя, и получается, и для государства. То есть государство, уже когда люди меньше болеют, ну, меньше уходит средств, соответственно, это было бы очень даже хорошо. Там, не знаю, какие-то рейтинги, кто чем занимается, то есть у него баллы такие. Хорошая идея. Спасибо, Нарлан. Тимур, скажите, пожалуйста, существуют ли тревожные какие-то сигналы, после появления которых необходимо обращаться к врачу, именно к кардиохирургу, к кардиологу, так как, ну, вот здесь мы рак можем выявить только на скринингах, а вот связаны с сердцем, с заболеванием. Ну, я скажу так. Ну, в первую очередь, бывают симптомные больные, бывают бессимптомные больные, да? Бессимптомные больные – те пациенты, те люди, например, которые страдают артериальной гипертензией. Пациент ходит там длительное время, годами, с давлением высоким, там, под 180, 170, 160, пусть их какое-то по-разному, вот. Длительное время ходит, и она не болит, не беспокойно, она к этому привык, вот. И в какой-то момент ему может стать хуже, вот, плохо стать. Либо у него, либо это может быть появиться остро, то есть, если немедленно, например, разрыв аорты, например, острый инфаркт миокарда, вот. Либо хроником, перейти в хроническую стадию, то есть, это развитие карлимиопатии, когда насосная функция сердца страдает, вот. Либо заболевание, которое симптомное, например, это ишемическая болезнь сердца. То есть, ишемическая болезнь сердца, то есть, про давление, когда это можно выявить в профилактическом осмотре, например, у симптомных больных, это ишемическая болезнь сердца, то есть, они беспокоятся, у них болезнь сердца за грудиной, давит, жгёт, вот. Иногда бывает при физической нагрузке, иногда бывает в покое. Эта боль отдаёт и рогирует, там, в левую руку, в левую лопатку, вот. В этом же симптоме также может быть одышка, вот, при физической нагрузке, при незначительной физической нагрузке, может быть, вот. Такие жалобы, с такими жалобами пациент уже обращается в поликлинику, вот, терапевт. Терапевт выявляет, ну, и дум, и выставляет исследование, там, электрокардиографии. На электрокардиографии можно уже определить, есть ли ишемическая болезнь, либо нет, и там дальше уже обследование. Но болезнь тоже молодеет, да, сейчас сердечно-сосудистая болезнь? А с какого возраста нужно вот обращать? Внимание именно, на здоровье сердца. Ну, как я вот говорил, уже с молодого возраста, то есть, когда уже пациенты, когда уже граждане, люди, вот, ну, с Молдова, с 18-19 лет, потому что уже в этот период люди уже пробуют курить сигареты, вот, например, какие-то имеют вредные привычки, вот, определенные. А вот стрессы тоже, напрямую связаны тоже? Да, непрямую связаны. Да, конечно. В нашей, у нас это непрямую связаны, почему? Потому что даже сейчас, как бы, ну, в основном, ну, сказать открыто, жизнь уже сама, как стресс уже стала, вот. Вот, любые ситуации человек уже воспринимает это, как стресс, вот. И поэтому это может влиять на сердце, вот. То есть, развитие патологии, вот, если шимическая болезнь. Поэтому лучше в любой ситуации сохранять, стараться, да, сохранять спокойствие, потому что это негативно отражается на нашем здоровье. Начинать с этих, с детсадов, со школ, где людей просто воспитывают, восприятие каких-то вот таких стрессовых ситуаций, что нужно делать. То есть, уже когда он вырастет во взрослого человека, у него уже будет нормальное психологическое отношение, как на это реагировать, как вообще вести. Потому что к этим моментам-то на сегодня, скажем, меньше внимания. И потом люди вырастают. Ну, кто как уже к этому привык, как может, как вообще он считает это нужно. А как нужно об этом, то есть, вот этот умалчивается. Ну, не умалчивается, просто, наверное, пока мы на данный момент еще не дошли. И вот еще что хотел сказать, например, по здоровью. Мне кажется, еще вот как одно из тоже, ну, скажем, таких наших размышлений. То есть, например, если смотреть, опять-таки, из разговоров с пациентами, не всегда это вот эта занятость, да, постоянно, вот суета в жизни позволяет прийти вовремя, потому что у нас как бы есть в голове мысли, что придешь в поликлинику, надо записаться, в очередь встать. Вот это все, это как бы отнимает тоже время. Вот такие вот, как акции в поликлинике проводят, в местах общественного здоровья, какие-то, как кабинки здоровья, да, например, зашли люди, измерили то же самое давление. То есть, без каких-либо этих, сейчас же вот много разных аппаратов есть в автоматическом. Если, например, высокое давление, уже это фиксируется в системе, и пациенту говорит о необходимости пройти обследование. Ну, а у вас какие новые возможности появились также для ваших пациентов в ваших поликлиниках? Ну, вот мы, например, рады, что вот сейчас скрининг, как говорится, обновился. Именно на онкопатологию сейчас 40-летнего возраста, да, уже можно пройти от 40 до 70 лет. Даже возраст и продлился на то, чтобы в старшем возрасте, начиная с более молодого возраста, если раньше было с 50 лет у нас, с 50 до 60, в настоящий момент с 40 до 70 лет, это очень большой плюс и на ранние выявления именно рака молочной железы, на вот именно такие заболевания, рак шейки матки, допустим, это уже обновление идет. А так вот то, что мы в субботу работаем, большой плюс. У нас в этот день работает и кабинет маммографии, и лаборатория, которая принимает кал на скрытую кровь, вот именно на выявлении онкозаболевания рака толстой прямой кишки. Поэтому мы каждую субботу работаем, поэтому нет такой оговорки, что я не смог прийти, я работал. Именно в субботу у нас всегда работает, это большой плюс, я считаю, для населения. Приглашаю всех пройти скрининг, приходите, пожалуйста. Спасибо. Ну, для проведения скрининга у нас имеются как бы целевые группы. Вот, как коллега отметила, сейчас уже с 30 можно будет проходить. То есть это на разные выявления заболеваний, на сердечных заболеваниях, на выявление рака молочной железы, даже на выявление сахарного диабета, на рак шейки матки, также на колоректальный рак. То есть с помощью гемокольт-теста определяют скрытую кровь в каре. Сейчас люди больше ссылаются на то, что они заняты, некогда с работы, но согласно кодексу, то есть работодатель имеет право, даются дни, чтобы они могли пройти медосмотр, поэтому они могут прийти в поликлинику в любое время. Тем более, как вы до этого говорили, уже выходные, в субботу, да? В субботу, да, мы каждую субботу организовываем с утра до обеда обязательно. Для тех, кто с работы не могут прийти, мы для них организовываем дежурные дни такие. Ещё проводим акции постоянно, скажите, все поликлиники стараются, чтобы это было. Спасибо. Какие ещё факторы риска существуют? Может быть, снова, да, сейчас заострим внимание наших телезрителей, чтобы они были ещё бдительнее к своему здоровью, и действительно вовремя проходили скриники, мы уже об этом говорили много раз, и тщательно заботились о своём здоровье. Ну, как уже было много рассказано, это избыточная масса тела, это МТ, даже просто ожирение, курение, алкоголь. Люди многие употребляют просто пиво, и говорят, приходят и говорят, ну я просто пиво пью. Они считают, что пиво – это не алкоголь. И ещё такая есть у нас, особенно у молодёжи, оговорка, я же пью безалкогольное пиво, как же это? Даже безалкогольное пиво, и может быть безалкогольным, там содержатся всё равно какие-то проценты есть, привыкание, алкоголь какой-то содержится. А вот эти различные энергетические напитки тоже. Это всё нельзя пить, это всё привыкание, это вызывает привыкание, и со временем именно избыточная масса тела, вот это всё начинается с этих как будто бы малозначительных напитков. Поэтому надо молодёжь именно с раннего возраста приучать и вести правильный образ жизни, вот именно начинать вот с таких параметров. Потом очень много у нас гиперхолестеремии, люди неправильно питаются, употребляют насыщенные жиры. Надо питаться правильно, правильно питание. Это должно быть фрукты, преобладание фруктов, овощей, орехов, преобладать ненасыщенные жиры. Вот это всё правильное питание, физическая активность и приведёт к тому, что население будет здоровым. Это большой плюс для населения, чтобы они правильно питались, здоровый образ жизни. Именно здоровый образ жизни приведёт к долголетию и сохранению здоровья. У нас всё вернулось к вопросам всё равно. Получается, как бы мы ни говорили о здоровом образе жизни, всё равно здесь в основе у нас всё-таки идёт больше питание, да? Физическая активность. То есть такие, скажем, ясные, такие простые истины. То есть в плане этого каких-то секретов здоровья и долголетия нет. Даже если нет возможности ходить в спортзал, то элементарно ходьба, да? 40-50 минут ежедневные. Сколько нужно шагов идти? Ну, мы идём к 10 тысячам шагам, вообще считается. Правильно-то 10 тысяч шагов. Но даже того, чтобы 30-40 минут ежедневной ходьбы, 15 минут ритмичного танца уже сжигает 150 калорий. Пожалуйста. Даже человек говорит, я не могу ходить, у меня нет времени. Мы рекомендуем. То есть с этих элементарных вещей можно уже начать приучать себя к здоровому образу жизни. И главное, правильное питание. Правильное питание. Это одно из самых основных. Наверное, нужно делать какую-то пропаганду жесть именно по здоровью. То есть о здоровье так часто говорить, чтобы люди уже понимали жесть. Не в день, например, здоровье. Не только в день здоровья. Да, вот каждый день. То есть если ты этого не делаешь, то у тебя это будет, это будет. И в конце концов люди начнут именно к своему здоровью внимание обращать. То есть о чём мы долго говорим, всё равно потихоньку, потихоньку. Почему об этом говорят так долго же и со всех сторон? Значит, и люди начнут к этому моменту обращать внимание. То есть начнут, наверное, там выходить больше пожилых людей по улицам, по паркам ходить. Вот возьмут вот эти сейчас палки же есть. Скандинавская ходьба. Кстати, сейчас увеличилось, да, людей постоянно видишь, молодых даже. Если бы ещё пенсионерам сказали, мы вам там придёте в какой-то магазин, если вы занимаетесь, мы вам делаем скидку. Ну, например, то есть возможно... Это бы больше смотивировало бы. Да, вопрос, честно, наверное, больше надо мотивации делать, чтобы люди пересмотрели свои отношения и где-то, наверное, как бы тут, наверное, уместно-неуместно было сказать, увидели выгоду, да, быть здоровым. То есть не в плане, что да, надо быть здоровым, а в плане, да, вот сейчас я вот это сделаю и буду заниматься, и мне вот такие какие-то будут получены мной вот какие-то дополнительные, скажем, плюсы. Ну, и такой вопрос от нашей телезрительницы. У меня глаукома, есть ли возможность бесплатных лекарств? Я пенсионерка. Ваши ли компетенции? Ну, глаукома, вот именно на ранних стадиях, это начинается обследование, естественно, её должны направить на дообследование, и бесплатные лекарства будут выданы только тем, когда она получит рекомендации от специалистов. Ну, это на операции, это, естественно, операция нужна, но это должен точность специалиста, какая степень её, какой запущенности, начальной ли стадии. Если возьмут на диспансерный учёт, то лекарственные обеспечения будут идти по-любому, по-любому, да. Первый очерёдно надо пройти в поликлинику, да, и, я думаю, там специалисты все ответят, а после я смотрю. И у нас остаётся буквально 4 минуты до окончания эфира. В заключении ещё раз хочется предоставить всем вам слово, вашим пожеланиям, поздравлениям, всех телезрителей, ваших пациентов с этим важным днём для каждого из нас. Действительно, вы правы, что не только во Всемирный день здоровья мы должны говорить о том, что нужно заботиться о своём здоровье, но и каждый день, да, человек должен жить уже, вести здоровый образ жизни для того, чтобы быть здоровым, прожить долгую жизнь. Пожалуйста, Тимур. Ну, в первую очередь, спасибо за приглашение. Всем желаю крепкого здоровья, вот, хорошего настроения. После этой программы, кто прослушал её внимательно, поймёт, вот, какие есть проблемы. Вот, удачи, вот, выполнение поставленных целей. Крепкого здоровья. Ну, призываем к здоровому образу жизни, к правильному питанию, уделять самое главное и важное внимание к своему здоровью, вовремя обследоваться, проходить обследование. Всё. Поздравляю всех с Всемирным днём здоровья. И вот хочу пожелать вам именно с сегодняшнего дня подумать о своём здоровье и начинать заниматься ежедневно правильным питанием, правильным образом жизни, чтобы долго и счастливо прожить. Всем успехов и всего самого наилучшего. А самое главное – крепкого здоровья. Я присоединяюсь. Поздравляю всех жителей с этим днём, с днём здоровья. Повторюсь, наверное, вы о своём здоровье только не сегодня думайте, а думайте уже на будущее, потому что здоровье, вот оно сейчас есть, завтра может и не быть. Мотивируйте себя, то есть что-нибудь себе какую-нибудь полезную или приятную вещь сделайте. Но скажите, вот если я буду это делать, то я это приобрету. То есть поставьте себе задачу. Ну что, самое главное – всем нам здоровья, здоровья нам, нашим близким, потому что если не будет здоровья, то ничего и не будет, ничего и не интересно. Так что берегите себя. Вот все то, что мы сегодня говорили, все советы – вооружитесь. Тут ничего скрытого, секретного не было. Спасибо. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче. Спасибо вам за ваш колоссальный труд, за тёплое отношение к своим пациентам. И хочется пожелать вам всего самого наилучшего, но и побольше благодарных пациентов. Спасибо. Спасибо. Будьте здоровы, счастливы, также берегите себя, вы нам очень нужны. Дорогие телезрители, а на этом я с вами прощаюсь. Ещё раз хочется пожелать всем крепкого здоровья, любви близких людей, солнечного настроения. Будьте здоровы и счастливы, берегите себя и своих близких. Это была передача «Куншуах», и с вами я, её ведущая Лаура Бекладова. До свидания, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!